Добрый день всем любителям дартс! Вы на канале Дяди Сэма и сегодня мы вас порадуем очередным дартс сражением в рамках открывшего сезон 2021 лиги НДЛ. В финале первого отборочного тура этого турнира у нас встречается не кто иной как участник чемпионата мира Горбунов Дмитрий против не менее звездатой личности в Новоуральске Александра Озерова. Встречаются эти два парня в последнем решающем поединке этого вечера. И после непродолжительного розыгрыша начала Дмитрий выиграв считанные миллиметры возле була начинает игру первым с первой же сотни сразу же в утроение бросает последним дротиком неплохое начало и Александру нужно будет наверстать то же самое с чем он успешно справляется ой 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 а вот тут же делает подарок сопернику вылетает скорее всего 60 очков отскакивают от мишеней прямо щедрый на сегодня Александр Озеров а Дмитрий продолжает как ни в чем не бывало штамповать сотни вторая сотня подряд Александр сразу же мажет уход в пятерочку классическое отклонение дротиков 5 20 сектор 1 наверняка многие начинающие игроки с этим сталкиваются Дмитрий все никак не может промазать мимо утроение в каждом из трех подходов уже у него есть по попаданию в утроение 20 сектора Александр тоже не сдается потихонечку накидывает 81 неплохо самое время пока у нас соперники приближаются к середине экватора лего вспомнить как же они сюда добрались то до самого финала Дмитрий у нас с большим трудом в полуфинале одержав волевую победу обыграл карелина сергея четвертого сейного этого игрового дня александр чуть полегче но тем не менее тоже в борьбе одержал победу 3 1 против алексея кощеева третьего сейного турнира по большому счету у нас все четыре игрока оказались в стадии выше 1 2 финала местами поменялись только сергей карелин и алексей кощеев битвы за третье место сергей обыграл алексея 3 1 а сейчас у нас финальная пара будет выяснять кто же займет первое место вот александр только что совершил стратегическую ошибку а дмитрий мог завершить игру уже сразу же через бул но промазал александра было 225 после попадания двух дротиков оставалось 164 и 3 дротик по уму бы бросить в 19 сектор там при любом секторе вы у вас останется сумма на закрытие но александр так не сделал у него была сумма 159 а что дмитрий удвоение восьмерки нет почти что закрыл но в другой сектор что-то мне это напоминает где-то он уже он же так то же самое делал это в лондоне когда играл с джоном лоу был его момент закрыть лэг но также он перебрал совершенно в другой сектор бросает удвоение у александров концовки первого лего что-то игра совершенно не клеится у дмитрия новый подход на удвоение восьмерки первые если лег по проволоке 2 отскочил все равно веселое настроение турнир только начался первый тур вообще дарс лига урала будет состоять из 11 отборочных туров то есть каждый месяц по одной игре мне по одному туру и 12 в декабре завершающий будет разыгрываться среди 12 лучших игроков и бороться будут за денежные призы дмитрия уже какой подход по удвоением не может попасть абсолютно удручающая статистика уже 27 дротиков с нулевым результатом александр тем не менее уже давно тоже вышел на закрытие сейчас попытается сделать брейк нет не получается оставляет себе 36 тоже вполне правильный был перебор вот дмитрий наконец-то наконец-то а статистика на ваших экранах друзья с таким набором 53 51 у нас играют разве что начинающие игроки ну может быть чуть выше среднего александр очередная попытка сделать 180 но еще раз подарок уже второй раз подарок он делает горбунову абсолютно щедрый сегодня в этот вечер александр озеров немыслимые просто подарки а дмитрий как обычно спокойно и уверенно начинает штамповать сотни сандр еще один заход хотя бы утроение но теперь нет не менее уже 281 если сейчас сотни не будет то александр будет неплохое неплохой задел чтобы выиграть этот лэг есть дмитрий вдруг осечку совершает есть определенное преимущество александра очень высоко сейчас кладет а теперь слишком низко сбился прицел в этот раз публики у нас наблюдающий за игрой фактически нет как я уже сказал турнир только начался игроки в этот вечер сражались практически около трех с половиной часов это было пятница после рабочего дня и все большинство вернее устремились домой сейчас оставшиеся игроки тоже на дальней мишени доигрывают последние места и тоже будут покидать данный турнир дмитрий 81 догнал александра 160 на 161 оба достаточно популярные закрытия можно закрыть александр удачно начал час строение 17 чуть-чуть не попадает 84 снова в утрене 20 пойдет нет решил не туда что-то сделал он такое любопытное ну да ладно 75 есть у него время поразмыслить над тем как закрывать это окончание а дмитрий тем не менее выходит на кругленькую сотню 75 как у нас играют новички строение 17 и конечно же есть попадание вдвойне 12 2 дротика в запасе 1 слишком высоко а вторую прям по проволоке кладет почти что попал предоставляет он снова шанс своему сопернику решил через два топ сойти дмитрий опаньки по проволоке кладет не попадает решил вот такой вот трюк сделать не получилось развлекаются у нас скорее нежели чем серьезно относится к данному поединку ребята александра два дротика на удвоение шестерки как и дмитрий делает перебор только уже в нижний сектор вот это да халатно конечно оба игрока относятся к своим даблом на утро и удвоение десятки сейчас переходит дмитрий по проволоке кладет ну что александр если сейчас не закроются дальше думаю дмитрий уже не даст ему дополнительных попыток и справляется вторым дротиком александр потихонечку они увеличивают свой средний набор хоть тем не менее все равно даже один из игроков не вышел за 60 и дмитрий по традиции начинают с утроение 20 сектора очередная сотня 3 лэга подряд сотен начинает горбунов каков ответу александра будет держит сектор уверена то вверх то вниз вот кстати перед этим тоже было либо не ошибка высоко улетает два дротика потом пытается как это дело компенсировать и слишком сильно и дротика улетает последний вниз по одной и той же схеме работает александр не совсем эффективно вот сейчас хорошо попал первым зато вторым в утроение пятерочки равно 80 есть тоже хорошо на единицу хуже предыдущего подхода чем у дмитрия неужели очередная сотня будет как точно не обходит ни один подход практически дмитрий без утроения за редким исключением александр есть еще одна попытка на 180 срывается третий дротик но тем не менее соперника он догоняет все отставание всего лишь одну очко неплохо сражается александр с участником чемпионата мира так что скорее всего когда-нибудь мы сможем лицезреть и этого игрока на арене александра пэлос кто знает раз дмитрий там уже был то александр зная те пути которые знают дмитрий сможет гораздо быстрее попасть нежели чем сам дмитрий имеется ввиду временной интервал когда маршрут известен гораздо проще идти нежели когда ты тыкаешься как слепоте теленок наобум не менее очередная сотня у дмитрия 78 на 121 куда пойдет через 19 или через 20 конечно же через 20 если кто-то нас смотрит из начинающих игроков запоминайте друзья комбинации 121 когда соперник на закрытии всегда играется через двадцатый сектор дмитрия будет шанс один дротик на tops используют или нет 5 выше кладет не получается перед этим пытался два топса выше поклал один дротик и снова не самое лучшее для него закрытие теперь александр нам будет демонстрировать попадание в топс ниже кладет и удвоение десятки нет не получается все равно с улыбкой подходит и александр к мишени это не может не радовать оба игрока явно получают удовольствие от игры даже несмотря на низкий средний набор все равно главное заниматься тем что тебе нравится друзья если вам нравится играть дартс то неважно какой результат ведь вы получаете от этого удовольствие и это замечательно удвоение пятерки для александра чуть ниже надо нет раз первый попал туда твой второй летит на автомате туда уже мышечная память красноречиво нам показывает вот дмитрий снова попадает в удвоение десятого сектора и уже потихонечку обоих игроков перевалил за 60 то ли еще будет потихоньку видимо разогреваются в финале игроки но как бы это не вводило зрителей в заблуждение что участников финала настолько низкий набор уж поверьте мне непосредственному участнику этого игрового вечера предыдущих матчах оба игроки явно играли куда лучше и добра добравшись до финала уже просто на неком расслабоне релаксе уже доигрывают этот игровой вечер слов порог от александра отлично реализует он преимущество на своем начале для дмитрия нужно что-то противопоставить есть утроение еще туда же еще один шанс от веточка тут же пролетает вот это да дмитрий начинает тоже включает свои максимальные мощности не шибко то давая улететь вперед александру озеру идут ноздря в ноздрю практически есть у дмитрия шанс на финише подрезать молодого игрока последний дротик летит таким утроение неплохой перевес уже первым скорее всего выйдет на закрытие на какой-нибудь большой чекаут дмитрий и будет у него даже дротик в запасе 201 на 181 начинает с 20 снова по классике улетает практически совсем рядом с 20 сектором но тем не менее утроение пятерки всего лишь разочек сходил он в 19 сектор оба игрока у нас и озеров и горбунов играют преимущественно через 20 сектор очень редко не опускаются в 19 настолько он у них пристрелим утроение двадцатки что кидать через 19 они будут только лишь в самом конце когда вынуждены искать выход на хорошее окончание вот у дмитрия уже 72 у александра есть попытка закрыть через 19 не попадает что 62 как будет играть через 12 или через утроение дмитрий круто действительно оказывает давление на дмитрия у дмитрия сейчас только будет решил он через 60 эти вот как неожиданно ну ладно 32 вы не 16 ух по проволоки как внутрь кладет дмитрий но все равно довольный давай горит молодой есть у тебя шанс взять лайк на своем начале долго вновь готовится александр скорее всего понимает что следующим подход если сейчас не попадет уже вот этот подход будет для него последним дмитрий таки хочешь чтоб соперник попал последний шанс не хочет у как губа дротика положил по проволоке с внешнего края ну что 16 для дмитрия три дротика один из лучших даблов для него первым же троликом попадая дмитрий конец игры вот такие да оба игрока чуть-чуть увеличили свой средний набор 66 на 62 не самая лучшая игра но тем не менее дмитрий у нас зарабатывает 12 очков в рейтинг а озеров александр 11 и соответственно следующий тур начнут как 7 игроки 1 и 2 на сегодня все друзья нас ждет еще 11 турниров таких же одесса мегас и